Сегодня полиция провела рейд по рынкам и торговым центрам в заводском районе Саратова. Первая точка – Ситимол. Там вчера побывала наша съемочная группа. Работавшие накануне якобы закрытые магазины, сегодня по факту на замке. Те, что продолжают принимать посетителей, имеют в ассортименте товары первой необходимости. То есть вы видели продукты, которые можно реализовывать? Да, мы сейчас выливаем маски собственного производства, производим их на фабрике «Король дивана». То есть адекватация проводительная? Конечно, сертификаты, если нужно, мы можем предоставить сейчас. Конечно. Всего доброго. Вторая точка – Рынок Кольцо. Здесь нарушений по магазинам нет. Все, что должно быть закрыто, закрыто. Полиция обращает внимание на посетителей торговых точек без масок. У меня останется объявление, чтобы обратили внимание, чтобы соблюдали дистанцию товаров, ну и чтобы без масок входить в помещение нежелательно. В ходе прям там у нас висит. Информируйте посетителей, что они должны быть в масках? Конечно, у меня написано, они заходят в масках. Как может пояснить, что у вас отсутствует разметка в помещении? Я, в принципе, там второй день только вышла, вот ухаживаю за растениями, а у меня нет потока. Поток? Потоком. Это заметка, ладно быть. Вы здесь с кем являетесь? Начальником. Начальником? Недавно тут занимательство. Да. Елена Александровна, правильно? Елена Александровна, почему вы учитель? На соблюдении. Требование постановления, положение постановления правительства, номер 28. Я же говорю, как таковы, мы еще и не работаем. Тем не менее, вход осуществляется свободно в помещении. Внеситель обязательно разберет. Хорошо. И не забывайте про информирование посетителей. Конечно. День добрый. Паритель заводковает. Масочный драй. Хотелось уточнить, как вы осуществляетесь профилактику в помещении торгового объекта, направленное на соблюдение масочного режима при посещении вашего объекта. Информируете ли я о том, что необходимо при посещении объекта носить маску? Да, Владимир. А что произошло с вашей разметкой? Смотрим. А это еще один рынок по соседству – Владимирский. Слух о проверке разлетелся по округе быстро. На входе уже встречает руководство. Парнирование. На двери у нас тоже. Это хорошо. Что у нас вход только в масочках. А сотрудники, когда здесь торговые действия, сейчас все от них кормили? Конечно, конечно. Все говорим, чтобы все в масочках. Ну, а продавцы все перчатки от маски. Пойдемте в вашем сопровождении посмотрим. Хорошо, пойдем. Оперативно организована влажная уборка, отделы с непродовольственными товарами не работают. Не обошлось без казусов. Внутри закрытого магазина с обувью и одеждой обнаруживаются люди. Как сюда у вас были на пальце? А у меня что-то не похож на человек. Там хозяин и мужчина. Нет, ой, бля, не страшно. Ну, пускай он открывается. Ну, он еще спросит, что он там делает. Карина Валерьевна, кто у вас в зале находится? Ну, сейчас нет, тут просто стояла женщина у нас, перед этим мы подошли с камерами. Около вашей кассы. Кто там находится? Просит открытие. Ну, у вас в зале находилась там сейчас около кассы женщина, подошли с камерами. Да, у вас в зале. Кто? Они говорят на складе. Ну, кто-то сейчас подходил к этой кассе? Он в кассе человек стоял. Да, около... Меня апаллицинацию вроде не посещали. И, судя по размещенным вывескам, торговый объект работает. Тут нигде не написано, никакой информации о том, что он закрыт. Есть режим работы, что у вас с 8 до 19. Ну, ты слышишь, что говорят, что у вас тут нет информации, что вы не работаете. Что у вас, как бы, вы работаете везде. Кто-то у вас находился в зале. Это твои сотрудники или кто-то? Конечно, я слышу. Они собирают склад, не открывают. Склад они на стадии проводят, что они там разбирают. Что, их там заперли? Ну, это не с этой стороны. Они с этой стороны не открывают, если склад. Карин, что мне говорить? Здесь у меня полиция с камерами. Там, чем они занимаются? Мы сейчас у них спросим. Разбирают вещи. Зачем разбирать вещи в магазине, когда торговые действия не осуществляют? Нет, я просто не вижу смысла. И, судя по размещенным объявлениям, торговый объект осуществляет деятельность. Нигде информация, что он действия не осуществляет. Высачи товара, купленный из интернет-магазина. Вот, что с 1-го на 5-го введен масочный режим. То есть, соответственно, информируют граждан, которые посещают этот торговый объект, что нужно быть в маске. Продукция есть в первой необходимости представлена к реализации. Не понимаем причины того, что на улице не открывают. Не будет там находиться. Разгадать загадку закрытого магазина с людьми внутри не удалось. Но полиция обещала провести отдельную проверку торговой точки. Зато в конце рейда встретился злостный нарушитель масочного режима. Мужчина решил скоротать вечер под бутылочку вина. Но в магазин отправился без маски. Пенсионер. Пенсионер. Вы будете доставлены в отдел полиции. На вас будет составлен протокол о синтравонарушении. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.